Как передает Минвал АС, грядущая встреча в Москве между Алиевым и Пашиняном, безусловно, самая большая интрига на геополитической арене региона. Какие договоренности между Баку и Ереваном получится закрепить в качестве официального документа, затронут ли они все пункты соглашения от 10 ноября, будет ли это окончательный вариант мирного договора или некий промежуточный документ. Опасение того, что встречу и подписание неудобного для армянских реваншистов документа могут попытаться сорвать любыми возможными способами, кажется, находит свое подтверждение. Так, главный противник сближения Баку и Еревана, глава армянского МИД Арарат Мирзаян, снова озвучил заявление о том, что переговоры между Москвой, Баку и Ереваном не планируются, словно злой чертик, потрунивая над столь жизненно важной для его же народа темой. Так, каких же еще провокаций армян ждать, и каким, если все сложится хорошо, все-таки может быть формат переговоров и подписанных документов в Москве. Как отметил в беседе Сминвал Ас, российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, если что-то озвучивает Кремль, то в нашем случае это и нужно брать за основу. Как считает политолог, Россия как основной модератор миротворческого процесса на Южном Кавказе, став главным арбитром в разрешении Карабахского конфликта, заинтересована в наибольшей степени в том, чтобы соглашение между Баку и Ереваном, подписанные в ноябре 2020 года, стали полноценным мирным договором в ноябре 2021 года. По словам Михайлова, Еревану был дан достаточный срок для осознания того, что Армения не в той ситуации, когда нужно качать права. И возгласы мерзаянов и МИД Армения о том, что они якобы ничего не знают о том, что в ноябре состоится встреча между Алиевым и Пашиняном в Москве, никого не должны смущать. «Я считаю, что это всего лишь внутриполитическая игра на фоне антипашиняновских настроений, как участия армянского общества, так и политического истеблишмента», — подчеркнул Михайлов. По его мнению, договор будет подписан, и Пашинян войдет в историю как первый армянский политик, который даст шанс на существование армянского государства не как страны-изгоя и страны-агрессора, а как нормального члена международного сообщества, живущего в мире с соседями и развивающего экономику в интересах собственных граждан, а не кучки тех, кто вел армян на истребление в угоду своим корыстным интересам. Как отмечает эксперт, он ни на минуту не сомневается в том, что в случае московской встречи в Ереване начнутся факельные шествия националистов и реваншистов. Однако это ничего не изменит. По мнению Михайлова, колесо истории уже не повернуть вспять, так как все больше армян осознают гибельность избранного пути на вечную войну с азербайджанцами и турками. Горестное осознание того, что народ спал, одурманенный грезами о Великой Армении, довольно тяжело воспринимается в армянском обществе, но оно просыпается, и все чаще слышны призывы о том, что с азербайджаном необходимо ладить. Иначе Армения перестанет восприниматься как отдельный субъект международного сообщества, отметил Михайлов. Как убежден эксперт, договор так или иначе будет подписан, и транспортные коридоры будут открыты. Вопрос только состоит в том, какая именно его форма будет принята изначально, предварительная или окончательная, с утверждением четких государственных границ. Этого я не знаю, но в любом случае Азербайджан умеет ждать и правильно дружить с Россией. Резюмировал политолог.